В Сочи на старт женской мили вышли более 300 участниц. Самый красивый забег этой весны состоялся утром 8 марта на площади Южный Мол. Обязательным дресс-кодом для всех представительниц прекрасного пола были яркая юбка и белая футболка. После зажигательной разминки от студентов Эрмоу дистанцию 300 метров преодолели юные принцессы. Самой маленькой спортсменке 1 год и 2 месяца. Затем победительницы определились среди девочек и девушек. Им предстояло пробежать 500 и 1000 метров. Дамам постарше подготовили дистанцию в 1852 метра женская миля. Всех участниц на финише встречали с цветами. Победители и призеры получили памятные медали и подарки. Маленьким участницам забега были вручены призы от парка Ривьера. Финальным аккордом мероприятия стала дегустация самого большого ягодного торта в России. Его вес составил 623 килограмма, длина 4 метра. Торт украсили свежей черникой, малиной и сочной клубникой. Кулинарным шедевром угощали всех желающих. Торжественные мероприятия начались в Олимпийском международном университете, где многие из паралимпийцев за эти 10 лет прошли обучение. Несмотря на официальный формат мероприятия, все было похоже на встречу старых друзей. Некоторые спортсменов давно не виделись. Они с теплотой вспоминали события 10-летней давности и обсуждали яркие моменты игр. Торжественная часть началась с вручения памятных наград в честь десятилетия зимних паралимпийских игр. Затем была открыта фотовыставка, и экскурсию по ней провел президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Конечно, центральное место занимает самый успешный спортсмен, которым выиграл шесть золотых медалей. Петушков Роман. После спортсмены высадили деревья на аллее чемпионов. Среди участников были многократные победители и призеры паралимпийских игр, а также тренеры, подготовившие чемпионов. Многие отметили, что именно проведение домашних игр дало огромный толчок развитию паралимпийского спорта в России. В Сочи к паралимпийским играм была создана безбарьерная среда. В том числе появилась вся необходимая инфраструктура для занятия спортом людей с инвалидностью. И сегодня эта работа продолжается. Все объекты, которые создаются на курорте, в том числе доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья. У нас сегодня есть центр работы с инвалидами, который ежегодно увеличивается. Благодаря поддержке главы города Алексея Сергеевича Копайгородского у нас в прошлом году был открыт бассейн при ГАИ, где сегодня открыта секция. Также у нас развивается очень сильно адаптивная самба. Для воспитанников спортивных школ курорта паралимпийцы провели мастер-классы. Акробатические прыжки, вращения и пируэты, от которых захватывает дух. Сочи принял лучших спортсменов по прыжкам на батуте. Кубок России и всероссийские соревнования «Надежда России-1» проходили на базе спортивного центра «Югспорт». Яркие и зрелищные выступления показали юноши и девушки из 30 регионов страны. У нас сегодня задействованы все четыре вида программы. Это мужской батут, индивидуальный женский батут, прыжки на акробатической дорожке и прыжки на двойном мини-трампе. Сегодня у нас миксовое разнообразие. Что такое миксовое? Это разные взрослые. Мне хочется особо отметить, что сейчас принимают участие наши молодые спортсмены, смена поколений. Буквально меньше недели назад закончился Кубок мира, на который мы выехали спустя два года изоляции. Наши девочки достойно выступили. Анжела Блатцева из Санкт-Петербурга – одна из сильнейших спортсменок страны по прыжкам на батуте. С этапа Кубка мира она вернулась со вторым местом, уступив только действующей олимпийской чемпионке. Хотелось показать хороший результат. Плюс у меня это был первый взрослый международный старт. Выступлением там тоже очень довольна. У нас впереди будет еще один Кубок мира в Германии. Надеемся, что мы туда поедем и выступим тоже очень достойно. Мы выступаем на соревнованиях на любых и здесь, и в Беларуси. Если нас куда-то приглашают и на международных соревнованиях, мы получаем от этого удовольствие, и она сама получает от этого удовольствие. Ставим какие-то цели, поднять коэффициент трудности, например, прыгнуть выше. Вот, например, на этих соревнованиях, вот сейчас она прыгнула, она поставила себе цель прыгнуть, как китайская спортсменка на Кубке мира. Она получила за перемещение 9-9, а Анжела получила 9-7. И вот она поставила себе цель, чтобы прыгнуть точно так же, и она прыгнула вот сейчас. Показать прекрасное владение телом в полете – задача не из легких. Надо собраться, справиться с волнением и выдать лучший результат. Критериев у судей много. Длительность и высота полета, сложность комбинаций, техника исполнения. Высокое мастерство оттачивается длительными тренировками. Были моменты, которые я отрабатывал на тренировке и допустил их в этих же прыжках. Жаль, конечно, но в дальнейших этапах буду исправлять. У меня жизнь очень тесно связана с этим видом спорта. Почему? Потому что я с раннего детства очень любил попрыгушки всякие. Знаете, такие развлекательные надувные батуты. Мама у меня не выдержала, я дала мне сексу по шкамной батуте. И вот, как сказать-то, этот вид спорта прям внедрился мне в сердце. И вот выступаю сейчас на одних самых высоких соревнованиях в этой стране. Популярность такого олимпийского вида спорта, как прыжки на батуте, растет с каждым годом. В Краснодарском крае 12 спортивных школ ведут набор детей с 5 лет и старше. В Сочи будущих чемпионов тренируют в спортивной школе Олимпийского резерва номер 3. Сочи масштабно отметили 8 марта. В честь Международного женского дня на курорте состоялся необычный футбольный поединок. Воспитанники спортивной школы по футболу вышли на поле вместе с мамами. Это было необыкновенно весело и душевно. Дамы проявили свою силу и мастерство, а сыновья с восхищением поддерживали их. В конце матча представительницы прекрасного пола удостоили звания самой футбольной мамы и получили памятные медали. Вместе с мамами провели день и воспитанницы спортивной школы номер 19. Юные теннисистки и их родные с большим интересом поучаствовали в увлекательных состязаниях, эстафетах, а также в индивидуальных и командных конкурсах, которые используются в спортивных тренировках и игре в теннис. Время, проведенное вместе с детьми, стало лучшим подарком для всех женщин. А в спортивной школе номер 22 состоялся праздник «День юного спортсмена». В зале собрались юные воспитанники группы начальной подготовки, именно те, кто только начал осваивать азы художественной гимнастики и боевого искусства УШУ. Все участники выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Главным кульминационным событием стала церемония посвящения, на которой воспитанники произнесли клятву юного спортсмена. За этим ярким и запоминающимся праздником для ребят проследует сложный тренировочный процесс. Участие в соревнованиях разного уровня, победы и поражения. Теперь их задача соблюдать спортивный режим и защищать честь своей спортивной школы. Молодежь Сочи приняла участие в эстафете «Стартует все». В сквере Мацеста ребята соревновались в различных видах спорта, от бега и прыжков до игр и эстафет, продемонстрировав свою физическую подготовку и спортивное мастерство. Участники не только показали свои спортивные достижения, но и насладились дружеской атмосферой, вдохновляя друг друга на новые победы. Юношеская сборная команда Сочи стала абсолютным победителем первенства Краснодарского края по спортивному ориентированию. Золотыми медалями домой возвращаются подопечные тренера Наталья Едиченко, воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва номер 21, Матвей Севастьянов, Андрей Кратинок, Александра Вакуленко, Анастасия Хабарова, Константин Спасенов. В командной эстафете чемпионата Краснодарского края сборная Сочи показала третий результат. Бронзовыми призерами также стали сочинские юниоры в возрасте до 18 лет. Всего в первых официальных стартах Краснодарского края спортивного сезона 2024 года приняло участие свыше 450 сильнейших мастеров бега с картой и компасом. София Эстратова завоевала титул чемпионки России по муай-тай. Девушке не оказалось равных весовой категории 45 килограммов среди спортсменок старше 18 лет. Еще семь сочинцев стали призерами соревнований. В целом наши боксеры завоевали одну золотую, одну серебряную и шесть бронзовых медалей. Не остались без наград и сочинские дзюдоистки. На квалификационном турнире «Весна» они завоевали шесть медалей, три из которых золотые. Спортсменки соревновались в трех возрастных категориях до 13 лет, до 15 лет и до 18 лет. Еще одна медаль едет с первенства ЮФО под Хэквондо среди юниоров и юниорок до 21 года. Кристина Веселова заняла третье место в весовой категории 62 килограмма. Другой воспитанник спортивной школы номер один Артур Арутюнян уступил в полуфинале серебряному призеру первенства. В целом за победу боролись 100 спортсменов из шести регионов. В Сочи стартовал чемпионат России по спортивной гимнастике. За звание чемпионов страны борются олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы по спортивной гимнастике, в числе которых Никита Нагорный, Давид Белянский, Сергей Найдин. Помимо мужских соревнований в каждом из видов программы выступят и сильнейшие представительницы женской сборной. Зрители смогут увидеть уникальные элементы. Некоторые из них выполняют только российские гимнасты. Уже определились победители в мужских и женских командных соревнованиях. Всего на чемпионате России по спортивной гимнастике разыгрывается 14 комплектов наград. Финалы в отдельных видах пройдут на выходных. Вход для всех желающих в свободной по предварительной регистрации. Для прохода на арену необходимо получить бесплатный входной билет на каждый день соревнований. Бесплатно жители и гости курорта могут посетить и хоккейный турнир. На ледовых аренах Шайба и Льдинка состоится 12-я зимняя спартакиада учащихся России по хоккею. Участниками турнира станут 9 команд. В группе А играют сборные Санкт-Петербурга, Вологодской, Сахалинской и Свердловской областей. В группе Б представители Москвы, Краснодарского края, Нижегородской, Московской и Новосибирской областей. Билеты необходимо оформить до начала соревнований. Они будут действовать в течение дня на все матчи, на все арены. После начала мероприятия возможности получить билет не будет. Кроме этого, в марте и апреле пройдут состязания по керлингу, конькобежному спорту и шорт-треку. А на спортивных объектах в горах – биатлон, лыжные гонки, санный спорт. 9 апреля в Ледовом дворце Айсберг состоится церемония закрытия спартакиады. В Сочи в рамках универсиады среди обучающихся вузов и СУЗов курорта с 22 по 23 марта можно посетить соревнования по киберспорту. Данная дисциплина впервые была включена в программу в прошлом году. Турнир по игре Dota 2 станет третьим этапом универсиады. В нем примут участие 17 команд. Первый комплект наград был разыгран среди студентов в ГТО, затем определились победители в лыжных гонках. Субтитры создавал DimaTorzok